Сейчас давайте рассмотрим объект date, чтобы он нас выводил с использованием метода, соответствующего недели, не числом, а текстом и по-русски. Если посмотреть во втором задании, у нас день недели выводится, видите, пятерка. Дни недели у них начинаются с воскресенья. На постсоветском пространстве принято дни недели начинать с понедельника, а у нас, видите, здесь и с воскресенья плюс числом выводится. То есть мы здесь, давайте сделаем так, чтобы поставлялся текстовый объект дня недели. Для этого откроем второе задание, где у нас выводились дни недели. И здесь, соответственно, это уберем, ставим только переменную time now, где у нас объект date и непосредственно день недели. Сохраним, конечно, этот документ с новым именем. 4 у нас будет. Поменяем title. Нам понадобится массив, в котором будут находиться дни недели. То есть здесь мы давайте его создадим. Вспомним, как работать немного с массивами. Значит, переменную давайте я назову time подчеркивание mass, то есть массив. И в квадратных скобках перечислим элементы массива, то есть дни недели. Вот этот элемент мы скопируем. Первый элемент у нас идет, это воскресенье, нулевой по счету, то есть это первый будет. Дальше идет понедельник, вторник, среда, четверг и в конце суббота. Напишите вот такой массив. Дальше, чтобы вывести элементы массива и нужный элемент массива, мы здесь вместо day поставляем название переменной, в которой находится массив. И, как вы помните, элементы массива у нас выводятся в квадратных скобках. Сюда мы можем подставить элемент массива, то есть цифру. Цифра у нас формируется вот переменной day и time now, переменная, будет обработанная методом get day. То есть это число у нас и выводилось на экран. В данном случае вот пятерочка выводится. То есть мы поставляем конкретное число, которое будет потом вставляться сюда и будет выводиться соответствующий элемент массива, который по индексу соответствует этому числу. Вот это ставим сюда. Вот. И смотрим, выводится пятница по календарю, который стоит на конкретном компьютере. То есть, если посмотреть мой календарь, вот у вас в углу, видать, пятница первая у меня стоит. То есть выводится, видите, не индекс и число, а текстом пятница. То есть то, что нам и нужно было сделать. Давайте выведем одновременно, как бы, старый формат и новый формат. Была переменная day. Ну вот, видим, вместо пятерки поставляется пятница. Напишите соответствующий код. Давайте, может, здесь к четвертому заданию приклеим одно из предыдущих. Сейчас. В третьем задании мы выводили часы, минуты, секунды. Здесь другие величины. То есть вот этот код мы подставим в четвертый пункт с этого момента по этот момент. Копируем здесь, чтобы как-то отделить визуально два разных задания. Мы вот так вот и вставим этот код. Плюс здесь нам не нужно неправильные, как бы, варианты, как мы выводили время в секундах, миллисекундах. Этот кусок кода уберем. И где мы приписывали единички, то есть вот этот код не будем вводить на экран. Сохраняем. Вот у нас выводится пятница, время. Ну и давайте выведем это в одну строчку. Здесь вместо БР поставим просто пробел. Сохраняем. Вот у нас теперь выводится день недели, пятница и время, соответственно, в этот день недели. То есть напишите такую конструкцию. Дальше у вас идет очередное самостоятельное задание. Оно состоит в том, что, видите, мы откорректировали миллисекунды, секунды, минуты в предыдущих заданиях. Часы у нас нормально. И дни недели мы откорректировали, чтобы выводилось не числом, а текстом. Остались у нас месяц. То есть месяц у нас выводится в виде числом. То есть нулевой месяц такое интересное понятие. То есть на самом деле это январь. То есть обратно же начинается с нулевого индекса. Ваша задача в самостоятельном задании вывести здесь не числом, а вывести текстом месяц текущий, который у вас на компьютере. Используя метод getMonth. Сделайте его и покажите преподавателю. И переходите к следующему заданию. Жду вас потом в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...